Привет, это крутый класс, и на раз зашёл на ясен. Меня зовут Юрий, и мы с тобой продолжаем играть, и скорее всего заканчиваем играть в Амнезию The Dark Descent, в Амнезию Призрак Прошлого. В прошлой серии мы отрубили голову нашему лучшему другу, если ты не знаешь, чем я говорю по своей предыдущей серии, было интересно. А мы с тобой продолжим. У нас закончится масло, и это очень плохая новость, но у нас есть 29 огневая, это не очень такая уж радостная вещь, но тоже неплохо. Хотя, блин, я бы предпочёл полную, полную лампу, чем пачку огневого, может где-то есть магаз, может мы сможем обменять с тобой, сомневаюсь, что можно. Он тянул её за руку, она кричала и сопротивлялась, её цветистое праздничное платье порвалось, и она шлёпнулась в грязь. Что за страсти-мордасти? Я так понимаю, смотри, здесь есть такой момент. Мы когда-то прочитали записку про Агриппу, что он, не записку, а мы читали один фрагмент возле лампы, когда мы дотрагивались до лампы, я не знаю, что это за лампы, или шкатулка круглая. Короче, появлялось воспоминание, и воспоминание Александр говорил, что он скучает за какой-то возлюбленной. И скорее всего, когда Даниэль вспомнил про, случайно просто проговорился про царство Аида, как будто он, орфей, спускается в царство Аида, Александр как-то подозрительно у него спросил, что ты знаешь об этом? И мне кажется, что он использует этот шар, чтобы добраться до своей возлюбленной, чтобы вернуть ей царство мёртвых. Скорее всего, она умерла, и он хочет её вытащить с помощью, оживить её, скорее всего, вернуть ей царство мёртвых, душу её, с помощью этого шара. Так, ты тоже спрыгнешь с моста? А ну, пожалуйста, спрыгни с моста. Я тебя умоляю, пожалуйста, спрыгни с моста. Ну, чё, ты не друг, что ли? Ну, ты портянка, что ли? Ну, спрыгни с моста, и всё, тебе... Я чё... Ай, бля, тебе чё сложно, что ли? Какие тош... Рана сильно кровоточит. Какие тошнотные эти ловушки. Их, чё ли, перепрыгивать нужно? Так, скорее всего, это обрушится скоро. Куда этот... Куда этот мудень петлял? Блин, этот геморрой на стенах меня бесит. Ай, бляха, муха! Ё-моё! Всё в порядке, ну, хоть... Хоть так. Я надеюсь, что этот мудень туда зашёл, и он исчез. Он просто исчез. Потому что, как мы знаем... Он там всё-таки стоит. Ты что, издеваешься? А как мне к нему пробраться тогда? Или мне туда вообще не нужно? Там есть какой-то... Какой-то офис, какой-то кабинет, какая-то мастерская с инструментами. И не знаю, нам, наверное... Скорее всего, нам туда не нужно. Потому что он не зря там стоит. Чтобы... То есть, чтобы заранее туда нам не пробраться. У меня до сих пор кто-то взрывает салюты, а меня уже, честно, затрахали. Ещё с прошлой серии. Я просто записываю две серии подряд. Ты не думаешь, что они взрывают там салюты уже второй день подряд? Нет. Они... Они взрывают там салюты уже второй час. Так. На пятистале гладкое полусферическое углубление. Но мы знаем, для чего это. Это не беда, как ты мог подумать. Нет. Это не умывальник. Нужно скрепить части шара каким-то клейким веществом. У нас есть... У нас есть смола. Вот оно для чего. О, штынц, красота. Красиво. Шпоньк. Ого. Вот это да. Ого. Бильярдный шар. Не бильярдный, а... Боу... Шар для боулинга с тобой собираем. Пойдём с Саней тусить в боулинг-клуб. Хе-хе-хе. Рестор. Получил я. Ачивку тебе не видно. Ты не парься. Всё нормально. А-а-а-а. Что не так? Что такое? Алло. Шар не убирает барьер сам по себе. Нужно что-то сделать с машиной. Про хор в аутарной части храма придержим к единственным барьерам. Нужно что-то сделать с машиной. Но это мы с тобой, конечно же, сделаем. Дело в том, что этот мудак там стоит. Он стоит в этом кабинете. Я не знаю, что с ним делать. Вот ты представляешь, он там просто стоит. Мне что, через него просто как-то пройти? Ведь он тупит в одну точку. Вот он стоит. Я его вижу, как он трясётся. Ай, бляха, муха, ё-моё. Как ты меня бесишь. Ё-моё, хватит меня бить. Я ж ничего тебе не сделал. Может его оглушить? А ну давай попробуем. Давай просто шагалём. Чего не делать? Ты кому это говоришь? Так, где этот мудак? Куда он ушёл? Он внизу стоит. Надеюсь, его нет здесь. Уходи по-добру, по-здорову, я вооружён. У меня есть булыжник, ё-моё. Так, нужно что-то сделать с машиной. Ого. Вот это пульт. Прут! Здесь это не поможет. А помогло. Я тебе скажу, поможет и поможет. Вот поможет же. Вот вставь, пруп. Пру-пру-пру-пру-пру. Встань. Вставь, блядь. Встань и вставь. Прут. В шестерни. И она остановится. Но, наверное, мы должны где-то присобачить вот эту вот херню. Куда её вставлять? Давай осмотримся для начала. Так, что это? Может это... Может это говнище поджечь? Подожди. Так. Огнево? Нет. Хе-хе-хе. Не получится. Можешь лампу? А ну поджигайся. Масло закончилось. Сюда-то, да. Всё, мы с тобой попали. Так. Давай ос... Давай... Давай рассматривать, что ли. Но без лампы уже сильно больно. А, этот предмет недостаточно велик. Значит, правильно всё делай. Хе-хе-хе-хе. 18 августа, 1839 год. Кем я стал? Девочка сбежала. Я гнался за ней до самого верха. Я догнал её и... Сколько стоит жизнь? Сколько жизней я заберу, прежде чем отдам свою? Я готов прикончить убийцу, чтобы спасти невиновного. Но убить невиновного, чтобы спасти себя... Чёртов убийца. Вот, как я тебе и говорил. Даниэль всё-таки осмыслил. Он осмыслил свои ошибки, в кого он превратился. Он понял и сделал праведное дело. Он в конечном итоге... Красота! Он в конечном итоге поднял своё восстание. Ай, ты чё, прилип туда? Дай сюда, ё-моё, это мой камень. Это мой единственный камень, а дай сюда! А, не такой ещё единственный. Но он был побольше, он круглый, он мне нравился. Смотри, прилипение даёт. А где этот мудак? Где-то там стоит, да. Пошёл нахрен, козлина! Так, чё мне с ним делать? Скажи мне, пожалуйста. Что мне с ним делать? Я его только что долбалым камнем, и ему насрать. Хе-хе-хе. Я его только что просто привалил каменюкой. И ему насрать. Я его как будто погладил просто пером по заднице. А, всё. Хе-хе-хе. Он просто дупля не рубит. Он не отдуплил, что я его ударил. И ушёл. Может, он обиделся? Ну, не обижайся ты, ну. Мешаешь мне просто, и всё. Так, Даниил, 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 успокойся, перестань, хватит. Всё нормально, не переживай. Так, Агриппа, ты ж... Это тоже как бы отчасти твои слуги? Ты можешь сказать... Этому мудаку, чтобы он ушёл. Пожалуйста. Так, давайте... Блин, смотри, я на него... Я на него смотрю, и у меня сразу... Блохеет главный герой, и он плавится. Уи-и! Блин. Попал. Так. Придётся этого мудака ждать, чтобы он сюда пришёл, повернул... В кабинет, и мы с тобой смогли пройти. Но это будет слишком долго. Так, этот мудак ушёл, можно продвигаться дальше. Я не знаю, куда он пропал. Он даже не возвращался, святая святых. Всё, мы с тобой добрались. Если бы не Александр, он бы остался невинным человеком. И не смог... И сейчас смог бы умереть чистой совестью. Я иду за тобой, Александр. Ты от меня уже не спрячешься. Где ты, мудак? Открывает. Что это открывает вообще? Так. Опять какие-то кабинеты. Что это? Записка. 19 августа. 1839 год. Я не виноват. Этот гад манипулировал мной. Он сыграл на моей совести и бросил меня один на один с денью. Чёртов манипулятор. Он что, ждёт, что я просто приму смерть, пока он овладевает величайшей силой во вселенной? Клянусь. Я убью тебя, Александр. Жаль, что тень не достала меня в Лондоне или в Алжире. Тогда ничего бы этого не было. Ты превратил меня в чудовище. В убийцу! Я жду смерти. У меня нет сил бороться. Колени подгибаются. Я ничего не вижу, потому что в глазах стоят слёзы. Я сломлен, как те несчастные, которых я замучил. Я хочу стереть свою боль, как мы стирали память наших жертв. Представляешь, как вовремя лампа закончилась под конец игры. Нас осталось 30 огневых. Вот это да. Ещё есть записки. Что это? Ауч. Что я сделал? Что я... Что я сделал? Зачем это нужно было? У меня есть огни, я могу себе позволить поджигать всё, что я могу. Что я захочу. Так, это скорее всего тоже какое-то жертвоприношение, потому что есть игла и вот эта вот чаша. Мы как бы отвлекаем тень, потому что я помню, что с помощью крови чужих мы отвлекали тень, но это кровь наша. Дверь не откроется. Дверь не откроется. Почему тяжёлая дверь нахленько закрыта? Найдите способ её открыть. Я бы с радостью, но как? Опять нужно какие-то рычаги искать. Так, хорошо. Это была часть... Это была одна часть жертвоприношения. Это что? Открылось всё-таки? Что я сделал? Как, получилось? Нет. Не вышло. Может, мы в этой комнате что-то просрали? Давай глянем. Тоже какая-то херня есть. Вот, конечно же. Штинц. Блин, мне плохо становится. Я поплохил совсем. Можно сюда встать? Тоже нужно? Вот это меня скорючило, как старую коргу. Вставай, Даниэль. И таким способом, в таком состоянии ты хочешь бороться с Александром? Вставай, тряпка! Чё ты застрял? Ух! Вот это мне плохо. Вот это мне досталось. Жалко, что Агриппа с нами больше не разговаривает. Комната с шаром. Он рассверепел. Разозлиться на неё за упрямство предоставить ей злодейке было легко. Но даже он не понимал, что убить её не за что. А я-то всё думал, придёшь ты или нет. Я вижу, Агриппа убедил тебя помочь. Теперь тебе всё ясно и понятно. Я теперь злодей. Добро и зло. Такие удобные понятия. Но едва ли применимые в нашем случае. Неужели ты так слеп, что не видишь во мне добра? И не видишь слабо Григоря? Отдай шар, мудак! Я за шаром сюда пришёл! Отдай шар. Как? Чё с тобой делать? Поломать тебе этот столб? Так, этот пилон едва держится. Ну, сейчас мы его, сука, расшатаем. Сейчас тебе сделаю. Давай, что у меня есть? У меня есть зубилый молоток. У меня есть пруд. У меня есть голова Грипа, наконец. У меня даже есть ручка. Деревянная ручка для машины, которой я никогда не воспользуюсь. Больше, наверное, в этой игре. Так, этот пилон едва держится. Давай искать какой-то подручный предмет, чтобы вот этот пилон можно было разрушить. Левитирующий голый мальчик, мужик, нам ничего сделать не может. Так, может голову Грипа кинуть в него? Шпонцы. Хе-хе-хе. Ну. А-а-а. Нет, нет, не делай это. А-а-а. Красиво. И этот тоже, что ли? Все нужно разрушить. Я понимаю, а ты сомневаешься. Стой, ты не это. Ты все испортишь. Что ты там хотел сказать? Так близки, прошу. Да нет, до свидания. Хе-хе, я не хочу. Ты знаешь, какой я... Я, возможно, спасаю и себя. Я такой же, как ты, да и пленник обстоятельств. Я заперт в мире, который чушь, что мне. Ты обретешь свободу, но отнимешь ее у меня. Мы так близки к цели. Я стремился к этому многие века. Вот все-таки ты мной манипулировал, чтобы себя спасти. Променял меня на себя. Но ни хрена. Опа! Постарел и высох, просто превратился в пепел. Конечно, ему просто неебическое количество ей лет. Это был мой величайший триумф. С тех пор тьма отпустила меня. Думаешь, я боялся бежать из Брэненбурга? Как раз наоборот. Я знал, что это мое честилище. Адское пламя, которое очистит меня от грехов. Я не отрицаю то зло, что совершил. Но я заплатил цену. Я отдал им этого ужасного человека. Я поступил правильно. Продолжение следует... Десент. Фрикционал Геймс. 2018. Томас Гриб. Маркес Джонасон. Луис Родерто Маларес. Марко Никандер. Расмуз Генерсон. Айрон Глифорд. И остальные. 2018 год. Они доработали игру. Они работали... Они улучшили текстуры. Не знаю. Непонятно. Но я так понимаю, что шестеренки, которые нас преследовали всю игру, они добавились, наверное, в 2018 году. Программисты Томас Гриб и Луис Родер Моралес. Красавцы. Молодцы. Красиво. Я знаю, что в этой игре несколько концовок. И, скорее всего, мы просрали с тобой концовку, где должны были бросить голову Агриппы в портал, на который были направлены вот эти вот столбы. Именно в шар. Там где-то в середине был шар. Нам нужно было кинуть голову Агриппы туда. Я не додумался. Я не додумался. Потому что я думал... Потому что я думал, нам... Она как бы... Потом нам придется ее бросить. Я не видел там какого-то такого однозначного момента взять и бросить голову. Я думал, там появится портал. Итак. Человек из морга. Вильгельм Бандиты. Дочь и мать. Герберт Агрипп, Александр Даниэль. Мое уважение, мой респект людям, которые работали над озвучкой, особенно над Диэлем. Актеры озвучки очень хорошо сыграли. Даниэль вообще красавчик. На некоторых моментах мне показалось, как будто я смотрю фильм. Несмотря на то, что графика здесь, конечно, уставшая. Еще 2000 какого? 2010 года. Вроде бы, да? Вот. Но несмотря на это, игра, конечно, крутая. Конец. Конец. Я не знаю. Предлагаю тебе, может быть, еще раз попробовать пройти концовку и кинуть голову Агриппы в портал. А может... Давай, давай попробуем еще раз. Но ты... Прости меня. И... Ты не сможешь войти. Ты все еще замякнул. На тебя, Албала, ты нас погубил! Ну, естественно, конечно, тень жена преследует. Мы не освободились от тени, в конце концов. дамасская роза не заслуживает такой участи мы в долгу перед ним говорить гриб я знаю ты можешь причем здесь дамасская роза значит причем здесь это она выступает каким-то символом причем здесь дамасская роза а гриппа все-таки красавчик он нас спасает вот это да вот это поворот ахренеть а гриппа нам все-таки помог несмотря на то что александр говорил что а гриппа плохой человек а он хороший то что он что что даже несмотря на то что александр себя спасает и променивает нас просто на свою дальнейшую судьбу он все-таки а гриппа несмотря на 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 александровские слова на листово александра александровские слова не знаю на слова александра а гриппа все-таки оказался хорошим человеком не зря мы с тобой его спасли так и остался еще осталась еще на концовка одн-314 что это это разработчики это не спрятали это какой-то непонятный шифр в коде под кодом я так понимаю что концовки имели какой-то ключ до строковой эти ключи у нас сейчас на экране появляется это очень странно чего я не воспри не спрятали это это уже 2023 год игра 2010 еще 2018 это понимаю что они как-то и пересматривали да ну что вернем или многострадального александра обратно домой поможем ему поможем сани вернуться домой ты все еще загляд на тебе климате она поглотит тебя в любом случае прошу сакрифайс получена сиба достижение твоя жертва не будет напрасной тебя будут помнить помнить вечно вот так одна хорошая концовка вторая ну такая себе я не знаю как а гриппа нас спас и третье скорее всего я не знаю плохая это уже судить тебе насколько ты чувствуешь и ты думаешь александр про плохой потому что я все-таки думаю если бы я был заперт например где-то в другом измерении и мне очень хотелось вернуться домой и скорее всего я тоже сделал все что нужно для того чтобы оттуда выбраться и вернуться своим друзьям родным свою вселенную свое измерение не знаю насколько эти два термина может отличаться в данном контексте но в любом случае вернуться просто домой вот поэтому это уже это зависит от тебя думаешь ты думаешь ли ты александр про плохой или или принципе он все делал правильно ради себя а так то все на этом можно заканчивать я уже что-то спать потому что у меня уже поздно почти 12 часов ночи эммм хорошо на этом закончим еще раз тир 299 еще раз повторюсь игра замечательная 2010 вроде бы года еще есть порох в пороховницах игра умеет держать напряжение игра умеет пугать хорошие монстры да они конечно не очень блещут интеллектом у них очень очень тупой аку но кент с ножами конечно может потрепать нервов потому что он очень быстро и вырубается на его раза дизайн хороший история тоже крутая также есть мораль и в принципе смысл и мне понравилось что главный герой в конце пошел против системы несмотря на то что он мог бы умереть он все таки выбрал хорошую сторону что может быть конечно же напутствием для некоторых людей а на этом все поэтому подписывайся на канал ставь лайк и комментируй делись со своими друзьями не забывай нажимать на колокольчик чтобы не пропускать новые видео а на этом все спасибо что был со мной в этом прохождении и увидимся в следующих играх и в следующих прохождениях все всем спасибо всем пока пока и и Субтитры сделал DimaTorzok